Всем добрый день! Меня зовут Екатерина Ефимова. Сегодня я вам расскажу о продукции, которые я пользуюсь только в ванной. И начнем мы, конечно, у нас самая любимая серия, это чем я моюсь. Представляю вам пену для ванной. Очень-очень яркий запах такой, ванильный. Объем здесь 750 мл, то есть хватает его очень надолго. Гель для душа. Я им мылась-мылась, и он мне как бы поднадоел. Им сейчас пользуется муж, потому что его много, можно мыться, все-все-все мыть, и поэтому он никогда почти не заканчивается. Наконец-то он уже заканчивается, прям немножечко осталось. Моя любимая малинка из серии Naturale. Здесь маленькие-маленькие частички, как раз отшелушивающиеся. Пахнет прям малиной-малиной, аромат обалденный. Это гель для душа. Запах сейчас я каким им пользуюсь, потому что это травка, это цветочки. Сейчас вот предыдущими двумя я уже не пользуюсь. Запахи я практически не переношу, а вот этот вот мне прямо-прям понравился очень. Это мы ухаживаем за ножками, за пяточками. Пользоваться очень удобно. Ручка очень такая удобная, вообще длинненькая, с двух сторон. Поэтому я рекомендую, если у вас до сих пор такое нету, возьмите себе на вооружение, что нужно это все себе приобрести для удобства. Мыло. Мыло, почему я люблю Reflame, потому что оно, во-первых, не сопливится, как обычное мыло. Не ломается, когда уже остается немножечко его, не крошится. Смывать с ванны его не придется вам. Поэтому оно вот уже пользовались им вчера. И оно вот как бы, ничего с ним такого не случилось, сверхъестественно, как бывает у нас с обычным мылом. Серия по уходу за волосами, вот представлена. Это здесь у нас полностью набор по уходу за волосами для роста волос. Она мне понравилась тем, что вообще, во-первых, и для объема, шампунь для роста волос, для объема, для увеличения и стимулирующий рост волос. Можно пользоваться, соединяя. Я вот пользуюсь шампунем для роста волос и обычным шампунем молоко и мед. Аромат-то очень привлекательный такой, особенно, когда, если запахи не очень переносишь. Очень-очень удобно этим пользоваться, соединяешь их, и волосы пышненькие. И действительно, я заметила, после вот этого, как стала пользоваться, соединяет ва шампуне, это как раз-таки волосы не просто пышные, ладно, это пышные, это одно. Ну, а еще они стали натуральны, потому что крашу я волосы. Пользуюсь я для поддержания цвета серии Хайртс. И цвет волос светлый, он так и остается, он не темнеет. А здесь он еще вот, нет такого, что после окрашивания волосы у вас волосы, как вот солома, пакли, вот такие жесткие-жесткие, не расчешешь. Здесь волосы, наоборот, мягкие и шелковистые. Нет такого, что вы действительно расчесываете волосы, они у вас ломаются. Нет такого. Это шампунь мужской, против перхоти, у нас есть такая проблема, и вот решение ее. На самом деле, перхоти, где-то три недели пользуешься шампунем, и перхоть пропадает. Это я заметила экспериментом на мужа. Можно все проверить на практике. Скрабш, шведский СПА. Я его тоже очень давно пользуюсь. Баночка не открыта, трудно ее открывать одной рукой. Она почти закончилась. Такая консистенция, что прямо лицо после него очень-очень гладкое становится. Разглаживает лицо. Очень рекомендую, если кто-то не пользовался скрабами, попробуйте шведский СПА. Серию эту. Это аромат обалденный Дискавери. Прямо Майами. Это и серия есть и мыло, и гель для душа, и вот скраб для тела. Прямо можно все-все-все себя обмазать. И прямо аромат обалденный. И просто здесь еще 200 мл. Это я не знаю, сколько я уже пользуюсь. Месяца два. И вот результат то, что он еще даже чуть-чуть закончился, а основная масса еще осталась. Шведский СПА это маска для лица. Пользуюсь я тоже сравнительно недавно. Месяц, наверное, это где-то 3-4 недели. И он надолго его хватает. Пользуюсь я по инструкции. Как здесь написано, что нужно наносить его на 10 минут. Вот именно так и пользуйтесь. Все маски именно рекомендуется использовать, как написано по рекомендациям. Умывалка. Умывалка я простой пользуюсь. Сейчас экологеном я не пользуюсь на данный момент. Буду пользоваться уже попозже. А это просто смыть утром, вечером пыль, жир с лица. Это очень удобно. И плюс аромат, опять же, если вы заметили, то это опять же аромат малинки. Интим гель. Рекомендую всем, наверное, с возрастом, наверное, с 12-15 лет. Наверное, им уже нужно пользоваться все-таки. И я использую, если у нас мыло для рук, вот, как-то у нас закончилось мыло для рук, и я пользовалась интимкой. Просто и аромат еще такой легкий-легкий. Практически нет аромата. Те, кто с запахами проблема, то пользоваться, конечно, можно в любых случаях. За зубками. Как мы ухаживаем за зубами. Естественно, пользуемся мы разными зубными пастами. Зубные щетки тоже из нашей серии. По уходу за полостью рта. Поэтому здесь представлено, что сейчас, на данный момент, у нас одна зубная паста заканчивается. Но я уже пользуюсь другой, потому что это мне уже поднадоело. Потому что мы вдвоем пользуемся, надолго-надолго хватает ее. Также могу сказать, что у нас есть в компании тоже бритвенные станки. Это, конечно, вообще для мужа. Хотя оно женские розовые, есть мужские синенькие. Поэтому это тоже можно все приобрести у нас здесь.